Популяризатор спадщины, организатор шматликих вандровок Как правильно? Супрационник и сябра Белорусский комитет ВКМОС Ну и то, и то Супрационник и сябра Человека, якого шмат кто из нас ведая Удельничал в вандровках Судакався в разных культурных проектах Ну и вось, дяко великий, что пришел За довольнение Тимофей Мы с тобой хотели поговорить про то Какая роль громадскости в заховании спадщины Заховании, популяризации Что на угол отбывается За этими нашими бедными старыми домиками На твой погляд По меж По меж объектам Яким мусить быть захованы И профессионалами Тобок архитекторами Тобок некими историками Яким специально улучшают Мусить еще быть некий посередник Некий человек Группа людей Мусить их звучать, связывать Как они мусить это делать Кто это посередники Популяризаторы Какая их на уровне Ну, на кольки я сабе уявляю У громадского Где это уже развита И давно функционирует Там система такая Так зейничает Что громадство В принципе, к сукупности И она априори так тиснена в Владу Потому, что тая Промушая всех специалистов Самих доходить до помников Доследовать, выучать Рабить консервацию Заковывать, а потом продумлять Как их выкорствоваться Сведомость громадства такая Что, ну, можно сказать Влада разумеет Что, когда она об этом не будет Займаться То это после ее выставить На ближайших выборах У минусов То есть, ну Как бы эта система У нас она порушена Видеоочная кошмар Что еще И громадство не тиснено в Владу И, правильно, в Владе Не створяет Достаточно функциональных аппаратов Ну, это основная проблема У нас нет функциональных аппаратов Яким займался Захованием спадщины То есть, у нас Абсолютно неякое законодательство В моменту, возле этой сферы Ну, кольцеподавстопович был Я, наконец Прошел все по этих пунктах Вельми тут Цикавое поровнание есть Законодательство У сферы охова помников У сферы охова природы У сферы охова природы Ну, в принципе Подобные сферы То есть, ну Есть некий объект На территории Треба оховывать Месть может сделать Полную корысть Так? Ну, и они подобные И вот У сферы охова помников Где есть финансовый пробыток Там лес Забить кабана Там Замежнику Там все Додробь идет пропорционно У нас Все эти охованные зоны Там же так само Ховная зона Вельми подобная ситуация Вот Там все пропорционно Не то, что огулом Для всей республики Каждый особенный Заповедник Тем больше Нацпарк Мая свою структуру Особную Уникальную Мая свои Ну, там Некие законы Правила Разведение Живелу Поширение Лесных угодей И служба Займается контролем Усего Этого И она подпородковывается Только администрацией президента То есть она обходит Все остальные министерства Власти И тому Там Очень серьезно А у Хови Помникова Как бы Кромадство не тиснет Потребований У них нет Тому Институт Який займается Хови Спадшина Управление Примнистерства культуры Десяти девять человек Ну, плюс Там Которые Наши друдковые установы И по сути В это все Узводится Ну, не скажешь Что там Но не настолько эффективно Как это У Хови Приводы Вот И у такой ситуации Великую роль Починаются Отыгрывать Миновата Ну, я бы сказал Особные люди Якие Вымушены С одного боку Брать запомник И с другого боку Притягивать Так это запомнику Консерватору Архитектору Альбо Уладе И потребовать Ну, зробися з ним что-нибудь Вот Причим Часно Не треба самому ведать Что треба зроби Треба просто поднимать панику Вот Хотя Это не за счеты добра Конечно Оптимальна Есть Спроба уявить себе Что ты хочешь Бачить Взглядом Вот У нас на самом справе Можно сказать Громадскость Зараз уже Наверное Больше активна В сфере Ахова помника Чем навык у соседей Там все спокойно Стабильно Громадскость Ведет Что есть Некоторые Громадские организации Такие займаются Хоя помника Они все разберутся То есть Когда будут проблемы Этой громадской организации Поднимать Там И Держава Дрягуя А у нас все так Ну Трошки Настроймен Что называется Тимофей Я бы навык поглыбил бы ролью громадскасти И у нас Громадскасть У певном сенсе Стварая гэтые помники Актуализуя их Ну Украинская Васякая вещь Про недопущальность Разбурение Особных будинок Что Кожный Особный будинок Он утворяет Нечто великое целое Так Вся Вся История С брендом Она же так сама А мальчат на плечах Громадскости Нет Так это натурально В этом и есть сенс То есть Ну Когда брать чисто Идеалистично Теоретично Держава выполняет то Что хочет громадскость Если громадскость потребует Нам потребен историчный центр Держава начинает лукаться Она вот такая Не поворотливая Как наша Тут как бы еще Абсолютно логично И да На самой справе Вельми часто Функция волонтера Человека Хочет нечто заховать Это просто Актуализовать помник Это просто доказать Что он сам по себе Есть и он каштован У нас Вот мы это взглядом Проблема У нас вельми часто Мерсовы улады Просто не разумеют Что перед ними Некий важный помник Да Вельми Это В 50% Это Заветы Ваяны Цезнякают Так И Это Целая категория Объектов Это Индустриальная Спадщина Это Дровляная Спадщина И вот Накольки я разумею Зараз мы взялись за Такие Великие Могилки Некрополи А Некрополи У нас Сегодня Накольки я ведаю Есть официйное Официйное Законодавство Наше Дозволяет Зачинять Изнищать Некрополи После Тридцать Годов После Пашня Пахования 50 Ну Навыки 50 И Тому У нас Амаль Нема Некрополи Пахования С 18 С 19 Законодавство И Вось Вы Занялись Этой Проблемой Ну Тады Можно сказать Тады Невеликую Презентацию Першую Потому Что Сайт Два Таи Дни Назад Идея Какая Изникла Я не знаю Напомню Годов Пять Назад Некрополь Один из важных Пунктов У нас Про это мало Говорят Замки Палацы На самом Ясно Что Есть Пятышные Люди Лежат На На Самой Справе В Европе Некрополь Один из важных Туристичных Пунктов Вавиль В Кракове Могилки Росо В Вильнии Это Тое Куда Идуть Люди На Толпами Тому Что Санженер Забыла Ну Видовочно Да У Франции У всех Пахований А у нас Я могу сказать Кто на войсковой Могилке До Купалу До Колоса Кто на московской Могилке Дел Одним Шеробу Быков Короткевич Экскурсии Ну Тут Не питание Экскурсии Тут Пытание Просто Наведование Великая Ситуация Но Это Пытание Задовыми Особами И Другое Пытание Что На самой Справе Могилки Они же так само Разбираются Стоит Этот Могилный камень Пачатку 19-го Стоит Пахований Петрашкевич И Разумеется Объективно Это может быть Единая Узгадка Про человека Какая область осталась То есть В архиве Он там может отзначился Только в метричной книзе Что он там на радио все помер Вот А может и метричная книга Сникла у нас Так само И вот Есть только этот Могильный камень А камни так само разбираются Как бы стирается надпись Альбо Есть такая ситуация Когда он валится На землю И он просто поступово Суходит под землю Но ясно что Могилки никто не будет Паракопывать В пошопах над могильным камнем Вот И И И они поступово Возникают Ну бывают ситуации Когда это живые Могилки Больше-меньше То доховываются Просто на этом же месяце Вот Приклад Я это вельми добро бачу В нашей Минской кальваре Мы Годы четыре назад Со студентами Взялися Центральную участку Кальваре Так само переписать Ну вот над могильной И они есть на этом сайте И за основу Взяли книгу Польского Профессора Он Он В 1995 Ну вот И И Заявилась идея Почать Что мы тут Сбираем информацию Про самим Могилки То есть вот тут Есть Каталог Могилок Каталог Могилок Там у нас Зараз Покойно что меньше За десяток Могилок Зараз Повольно Открыться Ну Где Сбирается информация Про то Что это за Могилки Ну там Какие нибудь Взять Ну Гальшанские По среднему Переписывали На протяжении двух Кодов Абсолютно типовые Звучайные Вязковые Могилки Коля Возки Гальшаны Самое старое Похование 1848 Года Вот Ну как бы У каталогу есть Описание Могилок История Кою мы нашли Про могилки Руины каплицы Вот И Мы переписали Усе Более за 500 Надмогилё И Разместили их Тут Больше Военно с фотосдымками Ну вот Натискаешь На любую Наташкевич Стефаниду Не Надо Собственно Отдать Параниньки Небудь Бешевский Винцент И Там Самая Простейшая Информация Размещается То есть Фотосдымок Когда есть Надмогилё Переписанная Информация Надмогилё Имя Прозвища Дата Народжения Смерти И У нас есть такая функция У конца Можно Покинуть Ну дослать Редакцию Скажем так Информацию Когда Человек Зашел Несколько Веда Таким чином Это глобальная идея Пробовать Створять Биографии Простых Людей Ясно Что это не махчимо Створить Для всех Люди Памятуют Часто Бывает Часто И Попробовать Таким чином Народным Поступово Поступово Собрать Такие Биографические Датины Вот Этой Справой Займаються Волонтёры У нас У нашей организации Супольности З іншими организациями Мы два года Описывали Гальчатские Описывали Маленькие Могилки На горы Пахаваны Ельский Александр Ну вот То есть Тут До этого Нема Вот Имя Прозвищ В оригинале Дата на учене смерти Индекс Весь системы индексации Помнеков И Надпись На помнеку Який там был Вот Сейчас По словам Знайсти Ну там дальше До судьбы А ну Можна Зависнуть Пошук особо Здесь Вось Ну Есть особенный разгон Пошук особо Вот Наприклад Пряманские Могилки Подмолодечна Они же так само описывали На Махратске Могилки Нашли Разместим Вот Не веду Что отрывается Но перспектива такая До судьи глобальная Ну Побывать По максимуму Заховать память Справа Могилки Бо Сами Могилки Заховать Усе Буде вельми складано И На самой справе Это справа Не нас Не людей Приехали Там Ну Такие Жесткий принцип Но Заховать Ну Заховать Информацию Как-то У нашей Издольности И тут Такий момент Цикаго Педагогичный Могилки На Магилках Могилки Вот Тут Непотребны Некие специалисты Это Может быть Мясовый краизнавец Своими школьниками И Это Ну Мы Как Позаймавшись Организацией Волонтерских Летников Разумеют Что Волонтеры Дорожать Дорожать И Починаешь Думать А вот Куда повести волонтеров Оказывается Не все так просто Потому что На самой справе Ну Замок Взяться Одновлять Складано Не справа Этого волонтера Сядь Будет Так само Пытанье И тут уже некий проект Повинен быть Как не робить Пустую Работу И Починается На самой справе Могилки Справа Зразумелая Морудная Але Достаточно легкая И это то что На самой справе Волонтеры могут Зрабить И При этом Это Такое Вельми конкретное Доклонание До минулога Вот тут уже Опишешь это Разграбешь Этых пять Над могилю Подымешь Разграбешь Позвищ Ну Нечто Починаешь Разуметь Тому Такое Мы Занялись А есть у тебя Информация Об худкости Изникнения Могилок Беларуси Близко У нас Этым никто не занимался А На опыт Соседей Я по правде Кажется Еще так С чем не выходит Это у нас Зачем новая тема Есть особые некие Працы По могилках Такие описальные Ну Ясно Что там На Вазадку Краизнанца Гайба Займался В Бресте В Городню В Могилеве Но На основном Спис Унесены Некоторые Таких могилок Таких Кальвария В Могилеве В Мином году Есть Ну так По минимуму Если они не успели А мальчика Ничего не перешкоджает Их закрыть И про 30-50 годов Да Ну По щирости Так Только По буйному Их не чапают Просто Их передаются На баланс Месцовых Коммунальных Службов И Они стоят Такие заросшие До поры до часу В регионах Там Необходности Заводить Это все Закронул Верьми Цикавые Пытания Организация Волонтерской Работы Что На угол Рухая Людьми Какие починались Нечто Такое Рабить Тут все просто Есть две Абсолютно Яркие Причины Одна Захование Нормальное Молодёво Альтруистичное Ожитание Нечто Заховать Хотя тут Есть две Розные Речи Альбо Заховать Альбо Просто Классно Потоще Челетом Вот Вельми здоровое Ожидание Для молодых Людей И тому 50 на 50 Сколько У нас Летников Волонтерских Отбывается По-разному Мы Пробуем За восхожную Весну Вешать В интернете Спис волонтерских Летников Штук Семь Летники Напомниках Любчи Что Робица Все Ведают Крэво Уже В В Гальшанах В Уссалюбе Проводятся Такие Маленькие На каплице Волонтерские Летники И Что Это Археологи Разълженные Раскопки Больше Все археологи Доходят Информацию То Коли Откидать Археологию Хотя Важная Частка Волонтерства Это Особно Коли Рачим Вас Тяжко Организовать Волонтерскую Летнику Кто Запрошает кто он позволяет, из каких металов заходят люди, которые дают вам кровь и ведают? Все по-разному. По-перше, это вопрос объекта. Ты приехал, видишь, полник разбирается и начал активную деятельность, что нужно заховывать. Это одна справа. А бывает ситуация, у меня такой блок. Или просто есть волонтеры. Есть уже накатанные кропки. Все замки. Любча, Галешаны, Крева. Там уже все понятно. Там уже местная администрация. Подрихтована для того, чтобы приедут волонтеры. Это уже понятно все. А как новое что сделать, организовать? Ну, тут, на знаку. Тут лепее пытание, что организовать. Ну, в смысле, какие конкретные объекты. Вот тут все вельно залежит от конкретного основания. Вельно залежит. Тут, ну... Ну, коли чисто формально, как организовать, то... Ну, когда вот вы приехали, увидели, каплица разбирается и все разгорелись и сделать. То формально треба... Ну, не так складано. Треба взять дозвол в Министерство культуры. И что реально. В принципе, реально, да? Ну, нет. Напомню на двор. Треба вызначаться с тем, что хочется сделать на этом помните. Вот это... И оно это ясно, хочется копьем ни с чего. И, как бы, идут на толку то, что ездили. Или ясно, что, ну, как бы, силы на этого нема. И финансовую сходку. То есть, уявить себе некий реальный объем работы. И когда это все упало, ваше импет, и наткнение, и готовость работать. Финансовые мощности, да? И той объем работы и какие-то там можно заработать. А ты... Ну, я ни разу не запомнил такой... Ну, вот, не организовываю на этой напомниках таких. Но пишется некая заявка в Министерство культуры. То есть, Министерство сдается легким дозволом такие справы. Вот. И все проезжается. Как поднесется до этого месяцевого улада, это особное питание. Тут не угадаешь. Вельми по-разному бывают. Вельми по-разному. Ну, и бедется работа. А где гроши брать? Ну, ближе, чем на что. Ну, а волонтеры пророцуют бесплатно. А лишь потребные некие родлевки... Нет, ну, это не питание вот так, что есть неде гроши, которые нужно взять. Это... Ну, это... Кали вот по-серьезному ставится до объекта, да? То это не питание одного года. Это первый раз ты приезжаешь со своим мехом вапны. Вот. И робишь там за пять джон некую дюрочку. Вот. А после думаешь, призвонишь, шукаешь, просишь. И... Ну... Кали сапруды треба знайдеться. Люди знайдеться. Те, кто готов это помочь. Вот это докладно. У нас на самой справе... Мы кричим, что у нас там, я говорю, ой, люди не ведают, не памятают. Хапай. Хапай народы, которые готовы и пошли охваровать, сейчас охваровать. На то, как нечто захватить. Просто треба сказать, что у нас сапруды треба, показать это и знайдеться. Пожалуйста. Вы сказали, что выкладываете информацию в интернете где именно? Ну, как бы, мы выкладываем на... Вы имеете ввиду в лагерях? В лагерях. Да. Где можно выкладывать? Ну, первое, что мы выкладываем на нашем сайте. КАМАЗБАЙ. Ну, я представляю Украинскую организацию. Дорогие комитеты КАМАЗ. Но мы это все, как бы... Ну, наш сайт, он такие визитные карты, мало кто его ведает. Мы это все высылаем на тут бай. На ТИУБАЙ. На все молодежные порталы. То есть, ну... Просто, если честно, именно по лагерям, хотя активно пользуюсь интернетом, ни разу не видел такой конкретной информации, что там собираемся ехать туда-то, туда-то, кто хочет присоединяйтесь. Я не знаю, может кто-то видел? На интернете, на интернете, на интернете, на интернете. Я, собственно, сейчас, сейчас. Набирайте, пожалуйста, волонтерские летники. Волонтерские летники. Волонтерские летники. Площадка конкретная есть? Нет. У нас нема объединения волонтеров, нема некой супольности и распространенных лицов, которые об этом занимаются. Ну вот, что мы делаем? Мы раз в год в осенью забираем волонтеров и рассказываем, как они провели лето. Ну, это была одна такая бедная акция напротив года. И весной мы собираем эту всю информацию, что они собираются делать летом. И мы ее досылаем. Ну вот, глядите там, май, початок червеня, волонтерские летники. И, ну, на тут бае, те у бае стабильно за все да есть. Ну, как бы, на самых буйных, там, лицовках, неких там молодых. Ну, тут бае, да ладно. И вось что, шматы до вас свертаются? Вось люди, які раптом открыли тут бае и подумали, что... Ну, это может быть тякаво. Ну, я опытывал, да... Таких упадковых. И упадковых, ну, по некреки человек на коже летник есть. Табук не шматы. Ну, не-не, нема такого, что там целую прочьма народу есть. А вось тякаво чему? Ну, вось не анализовал вось эти тенденции громадской цякавности? Вось пункту молодзи. Ну, тоже молодцы. Тут питание рекламы, як бы. Коли ты кажешь, что едешь там однажды... Ага. Коли едешь, пишешь, что там едешь обновлять замок, да, там, князев Радзивилов, то звертается больше людей. Коли пишешь, что едешь переписывать могилки, то никто не скажет. Вот. Тут треба отримать секрети. Тут питание... Не, ну, на самой справе, как бы. Люди ж едут, ну, вот, заразумелая просто реча, да. Вось, таму, есть питание, как ты это подашь. Ну, ну, можно зарабить там некую презентацию мультимедия. Коли добра реклама. Коли это тебе цікаво, зарабить презентацию, то народ сберется. А вось, тады, ад волонтерских справов, да иншая сектор твоей активности, ты экскурсовод. Досить таки активны, шмат вандровок, и сам организуешь, и супрацовничаешь с розными, так, насколько я разумею, с туристичными фирами, и ввозишь и беларусов, и замежников. Ну, в этом смысле так. Вось, как люди спрымают спадшину беларускую? Коли люди бачать некие объекты, я взяты наиболее зацикавление, зацикавлені vocêкнят? Что у объектах намеет бачу вся всего? Які аспекты вось спадшие, коли некие старые доми, што треб23 их разповести, как притягнуть увагу до них? Ну, я по перше могу означить Мне кажется, на сегодня у Беларуси в смысле историчных бомников, спадшины, у громадствия, ну вот я свяжу по месту, в принципе есть такие здоровые жор, люди реально готовые, им тякаво. Но я не скажу про всех, но у людей есть вылезная тякавость, ну просто взломанная эта стереотип, что в Беларуси немало что глядеть. Поэтому, когда человек, по натуральным причинам мало этого тякаво, он едет с разумением, что нечто тякавое можно увидеть. Будем видеть, что мы в таждынках мир не селишь и он бы разумеет, что потенциально нечто там может быть. Когда сказать про то, что люди ждут, ну тут питание какие категории, то есть замерзнику тякаво советское спадшины, ну это уже давно для дома, ему покажи там какие-нибудь заводы, проспектные, широкие улицы. А любого глухоманника им ручь вёску, ну это даже наша спадшина, вот на самой справе, вот эта этнография, которая у нас еще живет, хай себе такая мощно-советизованная, ну это великий кавалок нашей истории, просто ей никто не умеет показывать. Вот. А белорусы. А россиянина тякавят, ну как тякавят, они в этом не признаются, але их наибольшее, конечно, издевляет заходняя наша культура, да? Коли там за день можно опять костёла объехать у готичным, барочным, неоготичным, ренессансным стиле, да? Ну я наиболее не разумею, где они знаходятся, а где братская страна? Вот. Коли казалось про белорусу, ну так само есть два взрывня, есть люди, які ездят на экскурсии умовно-выпадково, коллективом там выпить на природе, не, ну они нормально ставятся, но они больше тякают, им треба как бы пригожая было, так? Им треба пригожая, им треба, ну, пригожая костёл, и они классно это ещё спрямаясь, но они забывают, что они приехали. То есть, они, ну, с удовольнением глядясь там, замки, костёлы, они с удовольнением слухают истории, вот, То есть, али колесник или бачить руины, то, ну так уже, вот, а есть, ну, зараз реально есть категория людей, и она мне здаётся немалая, ну, объекты на них можно гроши зараблять, люди, які готовы ехать и глядять на кожно маленький кустик, коли про его цикаго рассказать. Ну, вот, ну, в Блоруси это акторно, да? То есть, ну, вот, приехать, показать просто городище, там, тенику руины, чогости, вот, и люди уже готовы, ну, Ну, им цикавая история, они натхняются. Ну, вот есть такие. Ну, причём их уже так, досыть немало. Ну, вот, есть люди, які больше натхняются, ну, из местом помника, есть люди, які больше натхняются, ну, из внешней некие... Ну, да, тут, вот, в тём сэнсе, что те, кто едут, скажем так, нечасто ездят в Переговоруси, они просто, ну, объективно з'являются тому, что можно увидеть, да? Там, ну, в першу червоту, вот, из заходня сплачена, это, там, костёлы привожие к вёсочке маленькой, то, ну, их это з'являет. Это не чаканно, а там и тікаво. За кими пытаниями, на большинстве, звертаются люди? Ну, из белоруса? До тебе. Ну, из подчас экскурсии есть же, а теперь есть вольная хвилинка, и некоторые подуходят и задают питание видовочное. Не, ну, это не уж мать. Пытание вельм часто просто конкретное, по помняку, по неких периодах, ну, до этого часто ещё бывают удивления, когда там рассказываешь, что, там, шляхтудельнич в войне 1812 года на боку Наполеона, да, бывают люди для каких-то удивлений, ну, и такие вот разные речи. Когда сказать питание каких-то частей, вот, оно редкое бывает, али просто частей за остатние. Это, ну, раз на год я их учу, али стабильно, это урешти-решти рассказывают, скажут, так вот, кто вы такие белорусы? Ну, вот это вот, ну, вот это, ну, мне за это это питание сучасной белорусской идеологии, которая самая актуальная, да, вот, о чем про это требует реально писать подручники, вот, попробовать, розтумачивать, ну, как розтумачивать. Это, по крайней мере, кто добрый-то не уявляет, просто суместно не как разобраться, вот, как на это питание отказывать. Ну, бо, экскурсионов к этому не учат, и никого к этому не учат, а люди уже пытание сдают. Что вы отвечаете? Кого райте почитать? Не, я спробую сам, я спробую, ну, як бы, я коротко, али паслядом, зараз я не смогу это повторить. Я последовательно рассказываю некую такую короткую историю Белоруссии, с эффективом на идеологию. То есть, что вот была тотейшая шляхка, якая по некоторых причинах перешла в католицизм, ну, эпоху польщизма. Из-за этого мы сгубили там частку своей вот этой православной свядомости, да? Из-за этого утворилось два субэтноса, ну, кажучи, да? Там, вот, и Литвийный, и селянство, да? И чему в этой знуку пасля сошлось у один народ? Ну, так не коротко, не кеми, с правоемкими фразами вот это подлумачить, и, ну, вот, не так это было, меня тут тоже притеснули могилю богушевиков, чтобы запотребовали отказать, и я вот так, десять хвилин таким текстом дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын рассказал, спрашиваю, ну, теперь ясно? Ясно, но, повторюсь, мы это не сможем. Вот, как бы... Ну, это, ну, според, есть питание, да? У инших народу все нормально, были поляки тысячу годов, а ты сейчас поляки? Ну, все ясно. А у нас отримывается не только один народ жил тысячу годов, а вот, то одни, а то другие, розные краины, небыто нас захопливали, не захопливали, как это все подлумачить, и причем, ну, уже, что это все были белорусы, на протяжении 10-100 годов, уже не катить это. Ну, как бы... Ну, это уже, на самом деле, нечестно так сказать, что вот, ну, все было так просто, да? Были белорусы, Вита вот в ушиванцы ходил, из-за Беларуси. А как подлумачить складание, ну, вот, на мой думку, одно из самых таких серьезных пытаний. Какие еще были громадские проекты, а как бы популяризация помников зараз реализует ЭКОМОС? Ну, со своего боку, еще, наверное, два можно назвать, уже другой год мы так больше-меньше, ну, спокойно, но так насыщенно пробуем займаться унесением удерживающих вспомников. Такая формальность с одного боку, а с другого боку это часто допомогает давать вспомник. десятка объектов мы унесли за полторы годы, например, причем, это, вот, индустриальная спадщина, это, там, это могилки, это, вот, заразмагаемся за улицу Олега Кашевого в Минске, да, ну, район тракторного завода, ну, улица и улица, но это начало такого, вот, кстати, вот эта справа чисто в авантюре, на самой справе, кому это интересно, уже ж от вот этого послевоенного периода, ну, от военного, да, произошло, ну, вот, кольки уже, в 1972 году, то есть спадщина конструктивистская, да, военная, да, и спадщина сталинского ампира одразу послевоенного, это уже объективно, ну, просто по часу, по термину, это уже помнят, да, при всем при тем, что они мают свою мостовскую каштовность, они мают свою, ну, в районе тракторного завода они мают свою атмосферную каштовность, ну, вот, кто бывал, вот этот вот, закрытый, один год побудованный комплекс для будовников, ну, для рабочих тракторного завода, со своей идеологией, там, вот, центральная улица с комсомольцами, там, пионерами, которые там стояли ранее, вот, системой дворов, ну, как бы, это уже само по себе интересно, но у нас это еще не ценят, и мы, когда унесем кашлова, потенциально после, по-строгому, нести весь этот поселок, как она завода, вот, ну, как бы, не бы это просто улица, а с таким намеком, что эта спроба признать вот эту вот, послевоенную архитектуру, так само, вартой стать помником. а еще, другие? Другое, ну, вот, починаем, справляемся за наступное место, почнем, домовимся с музеем, с музеем Минска, будем спробовать, работать такие открытые, сустречи, на разные темы, аховы помников, али такие поглубленные, потому, у нас, ну, не так же надо прицепить, по-моему, кроме вашей, в Минске нет места, где, вот, поговорили, те профессионалы, те просто затекавленные люди, на самые разные, просто открытые темы, сферы аховы помников, вот, ну, там, я такую особенную, три будут на керунке, первая, это история аховы помников, потому, мы так призабыли, на самом деле, советские часы, так само оховывали помники, ну, как бы, Половская София была, одновленная советские часы, вот, про это, бушмачево было и загублено, ну, вот, вот, очень интересная история, как, была такая, как она называлась, бисквитная фабрика, на береге Свислоча, 19-го свободе, вот, вот, недалеко от острова слез, где плановалось выгодно сделать проместный городок, в 80-х годах, но еще одна троицкая, это вместе, изнесли, али, поднять это, ну, раскрыть тему, было бы текало, как построил слез, удавался, это шестворался, это там было целое, истры, а не на это, это, сучасную тематику, уводили в эту, ландшафт историчную, вот, как Половскую Софию, ну, такие речи, поднять, а другое, это, сучасное, было место, где можно было презентовать сучасные проекты, что делать, как одновляется, не одновляется, но, в принципе, есть свои поспехи, то есть, ну, остаповичу есть, что рассказать, для такой открытой громадскости, есть мара, попробовать вытягивать, наших официальных реставраторов, вот, ну, тут у всех поливают брудом, реставратору не свеже, там дружчатся, но, ну, там, на самом деле, профессиональные коллективаторы, и есть за что отказать, просто не мать, скажем так, вот, ну, там, конечно, свои тяжкости, но, ну, очень интересно было послухать. когда это будет отремливаться, то... Ну, это, конечно, не дружчатся, это складано будет, но, когда там отремится, будет супер. И третий накерунок, вот, уже домой с институтом польским, несколько разов привезем польских специалистов, которые будут, так само, легче читать, по, ну, неких, вельми, там, розных накерунках, ахова замка у Польши, ну, их того, вот, серьезно. Ну, мы вешаем на своем сайте, ну, ну, как бы, ну, как бы, ну, максимально будет информация на тех ресурсах, какие, затекавленные в этой сфере, то есть, ну, ну, это такие, тут бай, там, ну, тут же, тюбаи, там, на архитектурных неких форумах, там, ну, реставрационных, все такое. На сайте подписка есть какая-нибудь? Посылка, я имею в виду. Это просто неплохая идея, на мой взгляд, потому что, и с сайтом, технически, это очень несложно сделать. Ну, да, я имею в виду. Вот. И, в принципе, чтобы подписаться, быть в курсе этих событий, это было бы очень интересно. И шеш фест-экскурсоводу. Есть такое мероприемство, вот, пятый год мы проведем, если придешься, все будет добро в этом годе, у Красавикуда, Международного дня Помникова, у Местина, мы проводим мероприемство, трошки не у нашей специфицы, не у специфицы ИКОМОСа, это мероприемство, которое присвечено, вот этому дню, ахуруковников, всесветному. Идея простая, в один, ну, в два дни попросить экскурсоводов по всей Беларуси, которые знали, провести бесплатные экскурсии, пешеходные, то есть, ну, как, не требовало автобуса брать ничего, а идея, с боку экскурсовода, вот тем, как они рассказали, нареште, про то, что им интересно. Экскурсовод, это таки человек, который 20 разов на месяц проводит экскурсию обзорную по Минску, яка ему уже просто вот тут вот сидеть, но, ну, и когда он интересный человек, у него есть что рассказать, про, там, некие задворки Минске, а это же никому не потребно, ну, как бы, вы все видите, что я на Минск веду, что им тут, ну, вот. с одного боку, как экскурсовод мог, некий новый материал, свой раскрыть, який его там висит где-нибудь, а с другого боку, как вот это же Керунок Минска, який, как бы, лечит, что им все веду, да, как я на неким чином дошли, и увидели, что им что они не веду, про Минске, что тут еще рассказывать, и рассказывать. Вот. Ну, и, в принципе, ну, наш основанный Керунок Минск, хотя, с пробуем, уходит на регионы. Ну, нормально. Ну, мы только в Минске, за два дни, было проведено 50 экскурсий, поля 50, это все 50 разные маршруты. Ну, там, трошки меньше, пару-полторы, из них полтора десятка, это были по всех храмах, а мать, что мы домовились, святары провели экскурсии, ну, и повытягивали экскурсоводы, и вот еще вот, и тракторный завод, у Рудша, по проспекту, тут, может, больше десяток разных экскурсий, вот, у Веснянцы, ну, короче, брали такие регионы, где не вступало на экскурсоводы. Ну, у Винча района Беларуси. Да, у Винча района мы просто извертаемся, то есть, кто хочет, а то и подтримливая, ну, и там, так само, сколько, десятка, трех экскурсий было. Да, только в городе заборонили, ну, это особая, особая неприемная история. Да, ну, ну, просто, такая ситуация, как бы, экскурсии, я же это не массовое мероприятие, потому, мы информуем городские влады, что это будет проводиться, али, до злого не берем, ну, и никто не просил, николь, али, ну, в этой экскурсии, али, угородние, чемусти, за некольких один до початку, полечили, что это массовое мероприемство. короче, зараз попробуем, так, зарабить, больше далека. Вот, ну, и в этом году, пятый раз, попробуем, еще поширить. Все, да, про свои глобальные мероприятия, не сказали. Может, это ангель чуть-чуть. Коллеги. Что порекомендуете посчитать? Тут коллега задавал вопрос. На тем. кто такие белорусы? Просто вы же сказали, что вы даёте такой пиратке экскурс по истории, соответственно, откуда информацию вы взяли. ну, интересно, откуда именно? Ну, просто я сам по эдухации историк, ну, хорошо, переформулирую еще что-то. Нет, я разумею то, что вы кажете, ну, просто, как бы, ну, мой спис литературы, откуда я эту информацию взял, ну, там, ну, ну, как бы, это же не было. Именно для любителей, чтобы мне задают тот же вопрос, я мог сказать человеку, вот тебе книжка, специально для тебя ее купил, почитай, потом отдашь. Вот, на мою думку, такой книжки у нас не написали еще. Нет еще, да? Понимаю. А Арлоу там до второго? Потому что, Арлоу, он, он, что называете писать? Арлоу писал книги, ну, по дороге Владимиру основан в 90-х годах, и он основан на такие наиболее буйные там, по тремнице полоской истории, по дитячей книжке, и, ну, в принципе, то, что он выдает зараз, так само, в идеологичном плане, оно такое, трошки на узроване 90-х годах. Украина, Беларусь. Да, ну, там идея, идея того, что все это Беларусь, беларусская, без варианта. Зараз, трошки тяжковато, ну, вот, люди уже разумеют, что что-то там, вот трошки так. А то есть нарысы по истории Беларуси, Сагановича и Шемейки? Ну, нарысы, это добрая книжка, и она, ну, там, ну, там нема конкретно отказа, что вот такие беларуси, там просто спокойно добрые выкладаются и в истории Беларуси, да? Ну, ну, трошки, может, с нового ракурса, или добрая. Ну, прочитавши ее просто, так само, может, сам заразумеешь, а для инших не сформулюешь. Вот, чем складано. Ну ладно. То, что я историю тоже, относительно знаю, но вот когда, я начинаю спорить, у меня начинают спрашивать, кто мы, откуда у нас история, да мы, да мы прибалты, да мы русские, мы поляки, и прочее, и прочее. Очень хочется, чтобы наконец-то появился какой-то труд, прочитав который, у человека появились какие-то элементарные знания. Зараз, как бы, активно, Анатолий Тарас, с удовольствием. Не раю. Вот. А я раю. Там, ну, как бы, там шмак цикавые фактуры, там шмак цикавые информации, они там, вельми агрессивные, изновку, вельми спрощенная позиция. Вот есть мы, ты, которые они были, и она не просто популярна, тут есть розница. И она, вельми спрощая, да, ну не то, что это неправды, а для такой, да вельми такой, сковерканной правды. То есть, ну, у него все просто. Вот мы белорусы, у которых забрали имя Литвины, и мы ранее были Литвинами, и им всех били. Вот. Мы были крутыми. И если верны им Литвинам, мы снова будем крутыми. Вот. Ну, мне подается, это 90-е, это снова 90-е годы. Тут, який момент есть. То есть, у историчной, такой, теоретичной навыции, ну, это, ну, годов 70-х, философы истории, они кажут про то, что историю треба подавать метафорами. То есть, ну, идея о том, что есть речи, которые нельзя выказать конкретными словами. А требны быть метафоры, которые, как бы, станут всем, ну, вот, ты скромненько метафоры, она, в принципе, не раскрывая ничего конкретно, а я всем стало все зразумело. Вот у нас какой метафоры, я все не сказали. Гэта тема для особной дискуссии, да. И до речи, будзе у нас курс Алексея Ластовска, так? На, який, хучей за все, некоторые гэты пытанни будзе раскрывать в своем курсе, с протягнением розных методологий историчных, ось, сходите. А, а лишь, вертаючись до темы наше поседжение, то у меня еще народилось и такое пытание. То есть, как ты, Тимофей, оцениваешь ролью краезнавцев, и, вось, самотных, самотных аматоров истории города, вось, где они могут себе проявить? Ти, да и прислуховываются, те, яны, з'являются экспертами по неких пытаньях, кали, идется обмеркование неких проектов, чого есть. вось, 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 протягнуть, и те протягивают цены, и те, есть некая проблема с протягнением, вось, таких людей, які специалисты, али неэффицийны специалисты, не по посаде. ну, роли громадные, на мою думку, я вот не готовы там неких конечных процентов сказать, и, ци достатково и неэффективны, али так, ну, глядзецы по регионах, жильца Цыкевич, ящи, 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 у нас краязнавцы в Минске. ну, ты про Минске, и про регионах, это великое розумиецам. ну, у регионах краязнавец, гэта пидача чалавек, ну, ели фактически адзина мутар вот этом в цих поступках. поэтому, ну, гали там нефть избираюць разбиать с помником, какого апро manter сто процентов, аальго справуець болит разыснить, как ни зá shooting, а на агопе лишен, что разбираюць с помником забисть. е. и гэта цыек, ну, ну, вели м со всёды на зл حтяeng, что называется гэта ситуация, крэмя гэтта ка... в STRвяхтолки волонтеров, ну, ты трошки доводзец, ну, Ну, не трошки, это как-то стыкаюся с студентской молодью, ну, какая там доучается до каких-то работ, волонтерских, чего-то еще, каких-то таких праций. И та молодая, которая приезжает из региона, это на части из-за всего людей, которые ходили в грудки для какого-нибудь местного края. И в этом смысле вот молодая, которая из региона приезжает сюда, и что если хотите, что тут сделать, сменить в этой сфере, это частей из-за всего учеников неких конкретных, маленьких, маловедомых, большая дом и краязнацию на местности. Тому в регионе своя специфика. У нас, в Минске, ну, я, ну, там, Сукеевич, он не просто, ты знаешь, он профессийный историк, и он выходит в эту комиссию проименований по переименованию в улиц, то есть, ну, как бы... А Павел Ростоусов? Так само сдается, ну, то есть, они активно удельничают во всех этих процессах. Ну, где они вытягиваются в это? Нет, ну, в этом смысле мне сдается, у нас не хватает полной координатности, но сам объем людей, которые нечто тут робят, толкутся, нечто там доказывают, нечто створают, ну, оно даже великое. Просто часто не хватает человека, я бы это всех их собрал, не тервал и нечто одно там, сделать нечто конкретное. А по массе-то народу у нас... А я... Накольки... Мне подается, что... Вы можете сутыкать... В приватности ты собиста, и усвоение коронавтийной деянности, и так, и приватным чином, сутыкаться с архитекторами, с людьми, которые лечат себя... ну... с правильными профессионалами, что-то лечатся, помнятами и так далее. Вот какое ставление до таких... аматеров, любителей, волонтеров, краизнавцев? Вот и нет тут конфликта. Ну... Ну, как бы... Найчастей, это краизнавцы в архитектурную справу не так часто на самой справе влазят. Ну, как бы... Это всего несколько прикладов. То есть это вот Любча, да? Ну, хотя знал, к чему Любча? У Любчей, а инициатор, Любчанская замка не архитектор. Не, я думаю, пространников громадскости, якие апеллюют за... помылок, якие им подаются, что вось... Ну, як то есть шклопакеты, як то есть крыта вискишская замка, так... Ну, зразумяло, что... И присоединяю чуть непоразумение. Есть... ну, чему там крыта, бывает непоразумение, потому что... Ну, и есть какие-то объективные. Громадскость вельми часто соправды перебольшевая, ну, возникают там некие такие листры с неких таких незразумелых подставов, там никто нечто не дочуал, сказал, и починается там черговое обмеркование. Бывает крыта. Ну, а мне подается, по куче, то, что я бачу, все так больше-меньше на нормальном узроуне взаимопоразумении. Ну, то есть, коли треба, нечто разобраться, спираются, разбираются. Есть приклады? Может, завтра будет приклад? Ну, да. Ну, мне сдаётся, тут вот приклад Остаповича, их организации, и он таки добрый, при том, что, ну, там всё так, на вельми високим эмоциям узроуне, конечно, проходить, то есть, его не пропонували, не такие места не достаточно арбитальные, да? Але, ну, сдаётся ещё, пока что, у меня же устойность. Да, я помню, Коли новые вандроуки, куды де можат долучиться? Ну, ясной будыч, пока что, и бранговать, холодно, ясной почнём. Информация там? Не, ну, это сайт Shikamos, это не ресурс про экскурсии. Как можно узнать про экскурсии? Ну, на вид, у организации своей экскурсии я субпрационирую за старт-фирмой, которая называется Green Team. Зелёная команда. Вот, рекламная паразия. Кому текало, Сочите, ну, уже с Саковика почнём. Ну, я такие выбираю, не самые стандартные маршруты. Какие? Долучайтесь. Ну, вот, с минулого года мы почали, возил два маршрута у нас было. Ну, один таким уже больше стандартный, Косово-Ружаны и Слонимщина. Вот, он там просто открылся в Ружанах недавно музей, там, ну, интересно было поглядеть. А другие, по Новограджине, по Уднёве, без Новоградка. То есть, там такие маленькие пункты, как Райца, Вольно, Воронча, там, вильно похожие храмы, все дивки стоят, ну, вот, там, 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 ну, Тимофей Кудович, глядите, долучайтесь. А, можно по-русу, было вправу, по-русски, планируете ли его описывать, и, может быть, как-то будете описывать Курганы Минска в рамках своего проекта? На конкурганы, это особенное питание. Мы, по-русски, до этого не добрались. Курганы, они так само похоронные, но, это уже археологичные, помните, и там, мне треба запишать археолога, как-то пытаться, что там описывать, можно так. Вот. На конкурент Сухровских Майкл, я там не был. Я слабо создаюляю, какие там похоронные, я кого перейду. Там точно есть тысяча восьмисотка поводов. Ну, тогда это интересно, но, я скажу, как бы, ну, вот, я удастся на ситуации, ну, и там никакого, около меня волонтеров, мы организаторы сайта, далее мы просто кидаем клич, и кто готов описывать, то и описываем. Мы можем приехать, да помахчи, с консультацией, с организацией, вот, описание, да, ну, у нас есть некий свой маленький план описания Майкл, вот, Раковым можем заняться в собесном сайме, вот там, велика текавое похоронение есть, вот, а, а, остальные Майкл, ну, мы уже просто, как бы, консультационную функцию выполняем. Тому, до всех вертаясь, кольёсники, Майкл, может там, условно, в вашем регионе, описывайте, те просто фотографуйте, после можно в фотосбеках расшифровать, те пишите, просто информуйте, внесем мы наш план, съездим, опишем. А, когда вы в Ракове будете? Ну, в основном уже не поспеем, там, фест организуем, на полно летом приедем. Мы, в Ракове, там есть католические православные могилки, и вот, в принципе, моя цикавность до помнеков, в шмату чум, началась с православных могилок в Ракове. Там они такие, ну, они старые, в середине 19-го столетия, и они, ну, закинутые уже. То есть, католические там, забрамки, прибожия, а православные, ну, вот, кто в Ракове уезжал, уезжаешь в Ракове, с початку там, каплица со святой водой, весь годы, такая беленькая, и после, и после справа начинаются новые православные могилки, а за ними, у сгорода, найдем вот эти старые, невеличкие православные могилки. вот, олены стали, и вот, годов, или это было, годов 7,5 назад, произошла чутко, что батюшка, мистецовый, хочет их снести, потому что, ну, они просто, сучасные милки пошираются в той бок, вот, и он хочет там брамы снести, там брамы 19-го с тобой заставить, вот, и была тогда такая организация, велика активная молодёвая этно при университете культуры, вот, и нечто так, загорелись, поехали на приборки этих могилок, и увидели, что там уже экскаваторы працуют, ну, и там вот было, стали приведены экскаваторами, ругались с этими мужиками, и врешт и врешт, за вечер оформили заявку на внесение у список помников, там, поднявши всех краизнавцев, попросивши эти дозволы на, ну, историческую доведку, ранец и подали, а когда подадены документы на внесение не успел, заборонен у себя работой, ну, пока Рада не примирошение, нет ничего на них делать, и там отримывался, что Рада простыдень, и за тыдень нам нужно было дооформить все остальные документы, и, что самое главное, отримать дозвол от местных уладов, вот, вот, тогда требовало бы резкого згода в местных уладов, там неким, ну, просили людей звонить в Воложненске районе Канкамке, то не просили в внесение этого помника, в результате там шквал звонков, пошел, и просто сдался в местных старшинях, вот, подписал эту згоду, вот так, ну, идите себе, и в результате пришли вот с этими документами, и, и, а тогда мало кто в этом займался, сейчас не к частей люди пронеслись, тогда мало кто везет, что в принципе можно уносить спис, и Рада такая сделанная на нас поглядела, и, вот, расширилась и унесла, причем надала другую категорию этому, это вот, как Крылский замок, хотя, нам вот близко этого немало, то есть там, Ледвина Трэтью, вот, и они до этого часа помнят другой категории, вот, хотя, ну, я могу сказать, что мы унесли это унесли, а после, ну, и поехали, да, вот, и, вот, и, вот, тут дальше пытание отказности, унесение успеха, потому что одна справа унесли, и иншое пытание хлопотиться, продалейший лес, вот, и, Олег Прытым, про усим, там так самое, цикавые похоронники, вот там, там я не реально похилен, там вот, я уже ведаю, что, хоть за все, мы не знайдем того, что бачили 7 год назад, и это требует просто переписывать. Там проблема, что это, каменные, они уже просто на сметник пошли. Ну вот, и по всей Беларуси, я говорю, ну не всюду ли есть такая ситуация, я говорю, вот все они переписали, завтра изнишили людей, хоть информация есть. Кали обувольнять и подводить выники, то, на кольки, я разумею, ты уже настроен оптимистично, что до уплыву грамадянской суппольности, на захование спадщины и популяризацию, актуализацию. Ну, видовочно, тут, ну, просто, навык, если поравновывать, я за этим сочу, ну, не так долго, на кольких годах, 7-6, видовочно бачено, что и держава начала, больше так ставится до этого, ну, и она просто разумеет, что невыконание потребований у грамадянскости будет выкликать уже больше резонанс, уже простей выслухать, да, и нечто сделать, чем ничего не сделать. Ну, есть это. Ну, и грамадская инициатива изъявилась, изъявились больше такие активные, краизнавцы посмелели на местах, ну, проблем хапая, вельми шмат, и там прочьма, а лео, когда поравновать, то, рух на первое, ну, чем больше людей, начиная этим заниматься, текается, то больше проблем не возникает, выявляется. Ну, это видовольство, ну, а лео это все равно трус, это все равно, потихо, потрохо. может, может, и доживем еще до такого светлого часу, или нормальные будут без этой метусни обмеркования, грамадские. Будем сподеваться, скажешь. Ох, ну, что, коллеги, в таким выпадку, я, коли больше нема питанию. А можно спросить о философе Кудович? Умите, как был бы отношение? Палька. Коли больше нема актуальных питаний, то, напевно, мы на сегодня можем развитаться, наступная наша встреча, коллеги? Наступная встреча будет 23-я. 23-я. Это простыдень. Простыдень, так. Простыдень. Я вам расповеду про выники, про выники одного вельми цикавого доследования, то, что я робил летом и в осень, это доследование по роли, роли спадшины у десавитизации белорусских городов. На угол, в каким сенси наши городы советские, в каким сенси они не советские, как эта советскость проявляется, где она проявляется досюль, где, как меняется роль спадшины во воспринятии города, как такого за 20 годов, которые праменули с момента СССР. То есть, про это все. Цикавое доследование я прошерстил, поднял все номеры часописов, проанализовал вместо всех часописов архитектуры и будовництва от 90-го года. И до сегодняшнего дня там шмат графиков, таблицов, как там меняется тематика по категориях. То есть, про это все поспробую расповести. Дараче, это будет такая своя особливая презентация, бо нам вот была конференция по досоветизации. Ну, я там мусил выступать, але не смог. И тому, гэта будет перша. Першиню, это еще нема ниде, буду першиню расповядать про выники. Ну, и на этом все. Дзякуй! Агромадный дзякуй, Тимофей! Дзякуй!